Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о защите баз данных, в частности поговорим о системе безопасности Database Engine. Мы рассмотрим такие понятия, как аутентификация, шифрование, авторизация и для чего необходимо отслеживание изменений. Наиболее важными концепциями безопасности баз данных, применяемых в SQL Server, являются аутентификация, шифрование, авторизация и отслеживание изменений. Модель безопасности SQL Server состоит из трех разных категорий, которые взаимодействуют друг с другом. Это принципалы, это защищаемые объекты, это разрешения. Принципалы – это субъекты, которые имеют разрешение на доступ к определенной сущности. Типичными принципалами являются учетные записи Windows и SQL Server. Кроме этих принципалов, также существуют группы Windows и роли SQL Server. Группа Windows – это коллекция учетных записей и групп Windows. Присвоение учетной записи пользователя, членство в группе, дает этому пользователю все разрешения, предоставленные данной группе. Защищаемые объекты – это ресурсы, доступ к которым регулируются системы авторизации базы данных. Большинство защищаемых объектов создают иерархию, что означает, что некоторые из них могут быть заключенными внутри других. Большинство защищаемых объектов имеют определенное число разрешений, применимых к ним. Разрешение – это когда каждый защищаемый объект имеет связанные с ним разрешения, которые могут быть предоставлены принципалу. Аутентификация заключается в предоставлении ответа на следующий вопрос – имеет ли данный пользователь законное право на доступ к системе. Таким образом, данная концепция безопасности определяет процесс проверки подлинности учетных данных пользователя, чтобы не допустить использования системы несанкционированными пользователями. Аутентификацию можно реализовать путем запроса, требуя, чтобы пользователь предоставил, например, следующее. Первое – нечто, что известно пользователю, чаще всего пароль. Второе – нечто, что принадлежит пользователю. Это магнитная карта, идентификационная карта и так далее. Ну и третье – это физические характеристики пользователя, такие как подпись, отпечатки пальцев. Наиболее применяемый способ подтверждения аутентификации реализуется посредством использования имени пользователя и пароля. Система безопасности компонента Database Engine состоит из двух подсистем. Это система безопасности Windows и система безопасности SQL Server. Система безопасности Windows определяет безопасность на уровне операционной системы, то есть метод, посредством которого пользователи входят в систему Windows, используя свои учетные записи Windows. Аутентификацию посредством этой подсистемы называют аутентификацией Windows. Система безопасности SQL Server определяет дополнительную безопасность, требуемую на уровне системы баз данных, то есть способ, посредством которого пользователи, уже вошедшие в операционную систему, могут подключаться к серверу базы данных. Система безопасности SQL Server определяет регистрационное имя входа в SQL Server, то есть логин. Некоторые регистрационные имена входа в SQL Server идентичны существующим учетным записям Windows. На основе этих двух подсистем безопасности компонент Database Engine может работать в одном из следующих режимов аутентификации. Это в режиме Windows и в смешанном режиме. Режим Windows требует, чтобы пользователи входили в систему баз данных исключительно посредством своих учетных записей Windows. Система принимает данные учетные записи пользователя, полагая, что они уже проверены и одобрены на уровне операционной системы. Такой способ подключения к системе баз данных называется доверительным соединением, так как система баз данных доверяет, что операционная система уже проверила подлинность учетной записи и соответствующего пароля. Смешанный режим позволяет пользователям подключаться к компоненту Database Engine посредством аутентификации Windows или аутентификации SQL Server. Это означает, что некоторые учетные записи пользователей можно настроить для использования подсистемы безопасности Windows, а другие вдобавок к этому могут использовать также и подсистемы безопасности SQL Server. После успешного подключения пользователя к компоненту Database Engine, его доступ к объектам базы данных становится независимым от использования способа аутентификации для входа в базу данных. Это аутентификация Windows или же SQL Server аутентификация. Шифрование. Это процесс кодирования информации. Существуют разные алгоритмы шифрования, но чаще всего используют алгоритм RSA. Компонент Database Engine обеспечивает безопасность данных посредством иерархических уровней шифрования и инфраструктуры управления ключами. Каждый уровень защищает следующий за ним уровень шифрования, используя комбинацию сертификатов асимметричных и симметричных ключей. Главный сервисный ключ задает ключ, который управляет всеми другими ключами и сертификатами. Главный сервисный ключ создается автоматически при установке компонента Database Engine. Этот ключ зашифрован с помощью API интерфейса защиты данных Windows. Важным свойством главного сервисного ключа является то, что он управляется системой. Главный сервисный ключ базы данных является корневым объектом шифрования на уровне базы данных для всех ключей, сертификатов и данных. Каждая база данных имеет один главный ключ базы данных, который создается посредством инструкции Create Master Key. Поскольку главный ключ базы данных защищен главным сервисным ключом системы, то система может автоматически расшифровывать главный ключ базы данных. Существующий главный ключ базы данных можно использовать для создания пользовательских ключей. Существует три формы пользовательских ключей. Это симметричные ключи, асимметричные ключи и сертификаты. Сумметричные ключи – это когда оба участника обмена информацией, отправитель и получатель сообщения, применяют один и тот же ключ. Иными словами, для шифрования информации и ее обратного расшифрования используется этот единственный ключ. Плюс использования симметричных ключей является, во-первых, то обстоятельство, что с помощью симметричных ключей можно защитить значительно больше объем данных, чем с помощью других типов, то есть асимметричных и сертификатов. Кроме этого, использование ключей этого типа, то есть симметричных ключей, намного быстрее, чем использование несимметричных ключей. Но есть и минус. Данное использование данного ключа может сделать задачу обеспечения целостности шифрования почти невыполнимой, поскольку один и тот же ключ применяется на обоих концах обмена информацией. Таким образом, основной рекомендацией для использования симметричных ключей является то, что их желательно использовать с теми приложениями, в которых зашифрованные данные сохраняются в одном месте. Для создания симметричных ключей используют команды языка Transact SQL, такие как предсимметрикей, дропсимметрикей, опенсимметрикей. После того, как мы создадим симметричный ключ, нам его нужно открыть с помощью команды OpenSymmetricKey. После того, как открыли симметричный ключ, нужно для шифрования использовать системную функцию EncryptKey. Эта функция имеет два входных параметра. Это идентификатор ключа и текст, который требуется зашифровать. Для расшифровки зашифрованной информации применяется системная функция DecryptKey. Асимметричные ключи используют в том случае, если использование симметричных ключей не обеспечивает достаточной защитой базы данных, или же если у вас имеется распределенная система, то есть данные хранятся на разных узлах. Асимметричный ключ состоит из двух частей. Личного закрытого ключа, его называют PrivatKey, и соответствующего общего открытого ключа, PublicKey. Каждый из этих ключей может расшифровывать данные, зашифрованные другим ключом. Благодаря наличию личного закрытого ключа, асимметричное шифрование обеспечивает более высокий уровень безопасности данных, чем асимметричное шифрование. Язык Transact SQL поддерживает такие инструкции. Это инструкция создания PrivatAsymmetricKey, редактирование или модификация AltersAsymmetricKey, удаление DropAsymmetricKey, и точно так для шифрования используем функцию EncryptByAsymKey и для расшифрования DecryptByAsymKey. Более подробную инструкцию о ключах желательно рассматривать в электронной документации к вашей системе. Сертификат открытого ключа, или его еще называют просто сертификат, представляет собой предложение с цифровой подписью, которое привязывает значение открытого ключа к определенному лицу, устройству или службе, которое владеет соответствующим открытым ключом. Сертификаты выдаются и подписываются центром сертификации. Сущность, которая получает сертификат из центра сертификации, является субъектом данного сертификата. Между сертификатами и асимметричными ключами нет значительной функциональной разницы, так как сертификат – это сертификат открытого ключа. Они оба используют алгоритм RSA. Основная разница между ними заключена в том, что асимметричные ключи создаются вне сервера. Сертификаты предоставляют самый высший уровень шифрования в модели безопасности компонента Database Engine. Алгоритмы шифрования с использованием сертификатов требуют большого объема процессорных ресурсов. По этой причине сертификаты следует использовать при реальной необходимости. Для создания сертификата используют команду Create Certificate. Сертификаты обычно содержат такую информацию, как значение открытого ключа субъекта, информацию, идентифицирующую субъект, информацию, идентифицирующую издателя сертификата и цифровую подпись издателя сертификата. Основным достоинством сертификатов является то, что они освобождают хосты от необходимости содержать набор паролей для отдельных субъектов. Когда хост, например, безопасный веб-сервер обозначает издателя как надежный центр авторизации, этот хост неявно доверяет, что данный издатель выполнил проверку личности субъекта сертификата. Что касается шифрования и сертификатов, наиболее важными представлениями каталога, применительных к шифрованию, являются такие каталоги, как CIS Symmetric Cates, CIS Asymmetric Cates, CIS Certificates, CIS Database Principles. Первые три представления каталога предоставляют информацию обо всех симметричных ключах, всех асимметричных ключах и всех сертификатах, установленных в текущей базе данных соответственно. Представление каталога CIS Database Principles предоставляет информацию обо всех принципалах в текущей базе данных. Для обеспечения более высокого уровня безопасности ключей является использование расширенного управления ключами. Основными целями расширенного управления ключами являются, во-первых, повышение безопасности ключей посредством выбора поставщика функций шифрования и общее управление ключами по всему предприятию. Расширенное управление ключами позволяет сторонним разработчикам регистрировать свои устройства в компании Database Engine. Когда такие устройства зарегистрированы, регистрационные имена в SQL Server могут использовать хранящиеся в них ключи шифрования, а также эффективно использовать продвинутые возможности шифрования, поддерживаемые этими модулями. Расширенное управление ключами позволяет защитить данные от доступа администраторов базы данных. То есть данная система защищается от пользователей с повышенными привилегиями. Данные можно зашифровывать и расшифровывать, используя инструкции шифрования языка Transact SQL, а SQL Server может использовать внешнее устройство расширенного управления ключами для хранения ключей. Существует два способа шифрования данных. Это шифрование на уровне столбцов и прозрачное шифрование данных. Шифрование на уровне столбцов позволяет шифровать конкретные столбцы данных. Для реализации этого способа используют несколько пар сопряженных функций. Прозрачное шифрование данных является относительно новой возможностью. Это шифрование позволяет зашифровывать файлы базы данных автоматически, не требуя внесения изменений в какие-либо приложения. Таким образом, можно предотвратить доступ к информации базы данных несанкционированным лицам, также если они смогут получить в свое распоряжение основные или резервные файлы базы данных. То есть файл базы данных зашифровывается на уровне страниц. Страницы с зашифрованной базой данных шифруются перед тем, как записываются на диске, и расшифровываются при считывании с диска в память. При обеспечении безопасности системой Database Engine используют помимо аутентификации, шифрования, такие понятия, как схема и роли. Также регистрационные имена. Сначала можно создать регистрационное имя, затем можно создать схему и роль. Схемы используют в модели безопасности компонента Database Engine для управления взаимоотношением между пользователями и объектами. Следовательно, схема имеет большое влияние на взаимодействие пользователя с компонентом Database Engine. Схема – это коллекция объектов базы данных, имеющих одного владельца и формирующих одно пространство имен. То есть две таблицы базы данных в одной базе данных не могут иметь одно и то же имя. Компонент Database Engine поддерживает именованные схемы с использованием понятия «принципала». Принципалы могут быть индивидуальные и групповые. Индивидуальный принципал представляет одного пользователя, например, в виде регистрационного имени или учетной записи пользователя Windows. Групповым принципалом может быть группа пользователей, например, роль или группа Windows. Принципалы владеют схемами, но владение схемой может быть с легкостью передано другому принципалу, без изменения имени схемы. Отделение пользователей базы данных от схем дает значительные преимущества, такие как один принципал может быть владельцем нескольких схем. Несколько индивидуальных принципалов могут владеть одной схемой посредством членства в ролях или группах Windows. Удаление пользователя базы данных не требует переименования объектов, содержащихся в схеме этого пользователя. Каждая база данных имеет схему по умолчанию, которая используется для определения имен объектов, ссылки на которые делаются без указания их полных уточненных имен. В схеме по умолчанию указывается первая схема, в которой сервер базы данных будет выполнять поиск для разрешения имен объектов. Для работы со схемами используются такие инструкции, как create-схема, alter-схема, drop-схема. Какие же схемы баз данных существуют по умолчанию? Каждая база данных в системе имеет такие схемы, как GOSC, DBO, Information System и Sys. Компонент Database Engine позволяет пользователям, которые не имеют учетные записи пользователя, работать с базой данных, используя схему ГОСТя. Каждая база данных имеет эту схему. Для схемы ГОСТя можно применить разрешение таким образом, как и для любой другой схемы. Кроме этого, схему ГОСТя можно удалить из любой базы данных, кроме системных баз данных Master и TempDB. Каждый объект базы данных принадлежит одной и только одной схеме, которая является схемой по умолчанию для данного объекта. Схема по умолчанию может быть определена явно или неявно. Если при создании объекта его схема по умолчанию не определена явно, этот объект принадлежит схеме DBO. Кроме этого, при использовании принадлежащей ему базы данных, регистрационное имя всегда имеет специальное имя пользователя DBO. Вся информация о схемах содержится в схеме Information Schema. Схема SIS содержит системные объекты, такие как представление каталога. Помимо схем, есть такое понятие, как ролик, когда нескольким пользователям требуется выполнять подобные действия в определенной базе данных, и при этом они не являются членами соответствующей группы Windows, то можно воспользоваться ролью базы данных, задающей группу пользователей базы данных, которые могут иметь доступ к одним и тем же объектам базы данных. Членами роли базы данных могут быть любые из следующих. Это группы и учетные записи в Windows, это регистрационные имена входа в SQL Server и другие роли. Роли приложения, определяемые пользователем роли. О других ролях мы с вами поговорим на следующем занятии. То есть мы с вами рассмотрели такие понятия, как аутентификация и шифрование. Прежде всего, чтобы войти в базу данных, вы должны войти в систему, то есть пройти процесс аутентификации на уровне Windows. Даже если вы вошли в систему и ваш Database Engine требует, чтобы вы еще и дальше аутентифицировались, чтобы войти к базе данных, значит, вы проходите второй уровень аутентификации. При этом данные, доступ, пароли все это шифруются. Шифруются с помощью асимметричных, асимметричных ключей, либо сертификатов. После того, даже когда вы уже зашли в систему, получили доступ к данным, можете что-то расшифровать или зашифровать, есть такое понятие, как авторизация. То есть не все пользователи базы данных имеют права доступа ко всем объектам. К примеру, я зашла в систему базы данных, я могу зайти, у меня есть свой логин, свой пароль, но я не могу изменять базы данных, я могу только просматривать. Поэтому такое понятие, как авторизация, является также важным компонентом обеспечения безопасности базы данных. Как создать авторизацию, как разделить роли, мы с вами рассмотрим на следующем занятии. Также на следующем занятии мы посмотрим, что такое отслеживание изменений. В общем, отслеживание изменений означает документирование всех операций, ставок, обновлений и удалений, применяемых таблицам баз данных. Это необходимо для создания журнала аудита. Таким образом, сегодня мы с вами еще раз рассмотрели понятие аутентификации, назначение, понятие шифрования, назначение шифрования для баз данных. Посмотрели же такое схемы и роли баз данных. Роли пользователя и роли приложения мы с вами рассмотрим на следующем занятии, так же, как и рассмотрим понятие авторизации. У вас на экране вопросы для самоконтроля и список рекомендуемой литературы. На этом сегодняшнее наше занятие завершено.